Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова программа «Просто о вере». И я, священник Николай Зинин. Сегодня мы будем продолжать беседу о расставании, о смерти, о погребальных практиках, о христианском измерении, литургическом измерении отношения к смерти с нашим экспертом, исполняющим обязанности ректора Самарской духовной семинарии, протеерей Максим Кокарем. Здравствуйте, Борисович. Добрый день. Рад вас видеть. Мы продолжаем нашу беседу. И в прошлый раз мы затронули очень важную тему связи крещения и погребения. То есть мало кто из наших соотечественников знает об этом, потому что мы все в основном крещенные в детстве. И этот момент, который нас отделяет от таинства крещения, он как бы затуманивает смысл этого таинства. И мы с вами говорили, что даже отрезок послания апостола Павла, где он очень часто упоминает именно это, что мы, кто во Христа крестились, мы в него облеклись, но мы с ним должны погрузиться в смерть, в его смерть. И это будет нам залогом нашей жизни тоже с ним. То есть вот этот вот изначальный акцент, христианский акцент на жизни Христа, на его смерти, на его воскресение, мне кажется, он таким поворотным пунктом, исцеляющим наше личное горе, наше личное ужас смерти. Потому что, как говорят, если все страшное уже произошло с тобой, то это, в принципе, может тебя освободить для дальнейшей жизни. То есть моими глазами видится, что христианин, он получает свободу, потому что он уже в самое страшное со Христом погружается при крещении. Вот как бы нам этот смысл исцелить в современной обществе, как вам кажется, какими путями мы можем, может быть, что-то добавить к этой мысли? Ну, во-первых, действительно, я думаю, что отчасти, может быть, это не все объясняет, но отчасти именно то, что мы давным-давно, глубоко в средние века, так произошло. Это нельзя сказать, что это плохо или хорошо, так и органично сложилось, что стали крестить в детстве. То есть еще в Византийской империи вся империя стала крещенной, и крещение взрослых стали скорее исключением, когда какие-нибудь там варвары приходили в соприкосновение такое с христианской цивилизацией, потому что, да, когда взрослый человек, да, вот он действительно как-то по-другому немножко воспринимает. Ну, когда ты просто вырастаешь, и тебе об этом уже рассказывают действительно через какое-то время, и даже если тебе пытаются правильные все смыслы, правильные акценты расставить, наверное, ну, ты это воспринимаешь как синя, так, задним числом. Поэтому вообще в этом смысле, да, у нас сейчас, наверное, мы собрались говорить о смерти, да, выходим на тему, в том числе, и вхождения в церковь, да, объяснение вообще всех этих смыслов на начальном этапе. То, что у нас не очень все, скажем так, хорошо с соглашением, да, вот вообще с осознанностью вхождения, я думаю, что исправлять можно начинать с этого уровня, то есть уж потом переделывать человека, когда он сталкивается с смертью близких, да, или когда... Сложнее, хотя и там надо все это говорить, это надо, ну, то есть это не иначе, то есть здесь нельзя как-то по-другому переделать, как постоянным таким, несколько рутинным трудом пастерским, да, то есть как-то стараться говорить, ну, не обязательно не только священнику, а любому осознательному христианину, кто до этого дошел, надо среди своих, как-то сказать, близких стараться вот атмосферу эту менять. То есть отчасти, да, отчасти надо как-то актуализировать вот эту осознанность к крещальных практик, да, сейчас мы пытаемся, и в принципе вот в своих беседах огласительных, я думаю, что и вы, и я, мы всегда стараемся этого касаться, ну, то есть постараться акценты расставить, не рассказывать человеку, не нагружать его, там, допустим, можно по-разному построить те же крещальные беседы, можно начать ему рассказывать, там, сколько раз и когда он должен будет поститься, когда примет крещение, да, там, и какой рукой ставить свечки. Да, да, да. Иногда совершенно даже не, так сказать, не второго плана, а третьего и четвертого. То есть через как, даже третий, да, через какое плечо свечку передавать. Я просто даже с другим сталкиваюсь с ситуацией, что некоторые священники даже, ну, боятся сами об этом говорить с людьми. Я даже знаю некоторых священников, которые пропускают это послание апостола Павла, потому что люди пришли с ребеночком, а я им там буду про смерть там говорить, да, то есть само слово смерть упоминания вызывает. На прошлой передаче мы с вами говорили, что это табуирование какой-то темы, оно, к сожалению, оно во многих вошло, да, и вроде как-то неудобно. Вот, может быть, именно потому, что там речь идет, да, о радости, в данном случае, в нашем случае еще и о детстве, вроде как о младенце, это опять к тому, что, ну, надо, то есть, если мы не объясним вообще смысл этого, да, этого вхождения в церковь, причем там из песни слов не выкинешь, там надо тогда выбирать не только апостолов, вы же помните, там есть замечательный Екатинья, который об освящении воды. Эта вода стала смертью. Да, чтобы, чтобы приходящий к этой воде стал общником смерти и воскресения Христовых, то есть нельзя стать общником воскресения, не став общником смерти, пропустив, так сказать. У Кирилла Иерусалимского, если не ошибаюсь, в огласительных беседах, это святое четвертого века, есть такие слова, что и эта купель стала для вас грубым и матерью. Одновременно, совершенно верно, смерть и восстание, мы вытесняем смерть, да, современное общество, да, мы движемся к тому, чтобы, да, более комфортную среду жизни обеспечить человеку. И тема смерти, она так вытесняется на задворке, но мне кажется, тут такая происходит психологическая метаморфоза, что чем больше мы вытесняем, тем она сильнее бьет потом, то есть более становится болезненным само переживание смерти, потому что раньше патриархальные общества, они как бы со смертью человек с детства сталкивался, да, у нас даже, я знаю, там хоронили человека, три дня там гроб стоял там в избе, да, то есть каждый член семьи, начиная с ребенка, сами как бы провожали, сами обмывали тело там покойного, то есть был какой-то вот опыт именно провожания, опыт смерти. Сейчас как-то она медикаментируется так, эта смерть, да, то есть мы стараемся ее... Мы стараемся делегировать абсолютно кому угодно. Врачам делегировать, там, похоронным агентствам. Патолог, да, то есть, и я думаю, что, ну вот когда говорить о нашем патриархальном обществе, это может быть такое уже влияние все-таки христианства, потому что если там идти глубже, то этот страх настолько вот глубинен, что это, наверное, что-то восходящее в принципе к самому, не знаю, какому-то нутру человеческой природы, который противится, конечно, смерти, то есть как смерть вошла в жизнь, да, вот мы помним, что она... То есть почему, еще один из вопросов, почему человек ее так боится, и когда говорят, что, ну, если считать смерть абсолютно естественным для человека, да, то мы почему-то не задумываемся над тем, что то, что для нас действительно абсолютно естественное, мы дело не задумываемся органично. И без страха как-то. Никто из нас не боится кушать, дышать, размножаться и все остальное, все, что более естественное. А смерть это какой-то вот, да, леденящий душу совершенно ужас. И вот было ощущение, что особенно, ну, понятно, что мы действительно во Христе сейчас мы его пережили, но если мы посмотрим даже Ветхий Завет, мы начинали об этом уже говорить, пожалуйста, но это же, я думаю, что вот там, не то, что там коренятся, это общее было для всех людей. И вокруг, те, кто жили вокруг, в принципе, так же жили. То есть сколько исследований по архаичному религиозному сознанию, да, уже более поздних, там, когда мы из какие-то племена, которые находили там в 20-м веке, в 19-м, то есть когда они, я не помню, про одно из племен, он это описывал, по-моему, Фрейд, он же тоже занимался архаичным сознанием, когда в этом племени кто-то соприкасался с усопшим, ну, то есть кто-то по необходимости, но вот близкие, да, соприкасались, вот, а потом человек, который соприкасался, был нечист сколько-то дней, и он должен был ходить, и по каждому бабу, мимо которого шел, стучать большой палкой, чтобы шум был, как прокаженный колокольчик, чтобы люди слышали, конечно, чтобы люди, которые не осквернены, чтобы они с ним, не дай бог, не столкнулись. Читаем Ветхий Завет, вот это тот кодекс ритуальной чистоты, который есть, ну, один из разделов Ветхого Завета, там очень много про разные, вот это один из пунктиков Ветхого Завета, ритуальные осквернения, они могут быть разные, ритуальные осквернения могут быть там, ну, связаны, не знаю, с кровью, могут быть связаны еще с чем-то, вот, но один из очень важных разделов, это ритуальные осквернения, связанные с усопшими. То есть, с точки зрения Ветхого Завета, человек, соприкасавшийся с усопшим, он тоже нечист. И если он по нужде все-таки был вынужден это сделать, там нужны были ритуальные омовения, там нужны были... И все равно какой-то срок он проходил прежде, чем... Мы это видим даже, и, кстати, в косвенном, наверное, таком смысле, но не порицание этого, а такое воспитывающее отношение, что это неправильно, видим уже в Новом Завете, когда Христос рассказывает притчу о милосердном саморенении. Что мимо прошли и священник, и левит, и они просто боялись оскверниться, если бы он был мертвый, и они бы не смогли служить тогда. Да, там двоякая вещь, да, то есть, они могли получить двойное осквернение, там еще важно сказать... Там в Евангелии нет ни одной случайной строки, там сказано, что его избили и раздели. То есть, а вдруг он еще и не иудей, там же нельзя определить. То есть, если это какой-нибудь как раз неправильный человек, потому что там на Ближнем Востоке люди антропологического типа одинаковые, определить человека, наверное, можно было только по одежде. То, что саморенит или иудей, то есть, как вот так вот... Да, получается, человек нерелигиозный, он в этой притче, получается, более человечный. Ну, он не то, что... Он другой, нерелигиозный. Он вот созданный иудеями образ чужака, да, а у него его нет этого, да, барьера. То есть, вот эта система опознавания свой-чужой, да, оказывается, что для него все свои даже... То есть, для него не важно, вот этот раздетый человек, какую одежду носил, пока носил, то есть, был... Ну, вот эти страхи, они же, получается, вот и в современном обществе у нас. Совершенно верно. Боязнь прикоснуться, боязнь, там, что-то сделать не так, да, там, занавешивание зеркал, вот один из самых распространенных. Ну, это вообще отдельно, об этом можно отдельно поговорить. А вот эти все коснуться, да, это один из самых таких частых вопросов, которыми, я думаю, и вы, и я сталкиваемся постоянно в пастырской практике. Это же совсем такие практические вещи, может, их тоже нужно проговорить, чтобы наши зрители как-то себе... Ты понимали, откуда этот страх вообще растет? То есть, когда начинается вот эти все вещи, вопросы очень... Они типовые просто вообще, на каждом... То есть, можно ли, там, не знаю, вот умер на этой кровати человек, 75 лежал, умирал, там, болел... Можно ли ей пользоваться? Можно ли, да, можно ли брать какие-то его вещи? Можно ли их не просто брать в руки ладу, можно ли их там использовать дальше? То есть, вот они там какие-то, чтобы они перешли по наследству, там, носить, там, да, то есть и прочее, 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 Вплоть до того, что у нас есть куча стереотипов, что все это должны делать какие-то там специальные. То есть это такое делегирование, чтобы кто-то другой, кому и так, ну, это его, так сказать, он и так вечно нечист, вечно в этой ритуальной нечистоте, профессия у него такая. И вот он пусть там, значит, омывает и обдевает и несет гроб даже. Даже иногда вопрос, сколько раз я слышал, я даже не сосчитаю сколько, что родным нельзя нести гроб. Всегда спрашиваешь ровно одно и то же. Кто вам, во-первых, а, кто вам это сказал, б, вы какую в этом видите логику? И самое главное, что это на уровне вот вообще совершенно не рефлексируемых. Мне кажется, это даже не вот знание, которое передается, а именно вот как, на самом деле, животное, какой-то рефлекс, страх вот именно. Ну, это, конечно, кто старше, это человек где-то услышал, то если совсем, мне кажется, это все-таки ретранслируемая такая история, причем абсолютно не рефлексируемая при этом. И у человека как-то говоришь, ну, просто подумайте, а почему, что в этом такое? И человек, пауза такая, любой человек сразу. И никто не может сформулировать, что плохого в том, чтобы отдать дань даже вот последнее уважение, да, этому телу человека, которого ты любил, любишь там, и что изменилось-то со смертью? То есть, ощущение, что, вы говорили, вы не осознаете, что у вас вот какой-то болезненный, вот-вот был жив человек, вот очень тонкая грань, да, он жив, он даже болел, вот его жизнь была уже настолько тонка, уже он балансировал на этой грань, но пока он был жив, мы все всячески там, даже вот уловить этот момент, да, и любовь выразить, даже если уже не сильно поможет, любовь выразить. Вот он все, последнее дыхание испустил, и все сразу меняется. Мы сразу прям все в оцепенении, касаться уже боимся, зовем каких-то людей, уже сами практически ничего, вот в основном так, то есть, чтобы все там как-то уже кто-то. И вот эта перемена, да, она настолько, ну, да, она где-то даже не всегда, человек сам себе может объяснить, она как-то очень глубоко сидит, и я все время стараюсь объяснить, что, ну, я вот никому там своих не дам, там чужим каким-то людям, да, которые могут это делать, извините, если это профессия, может, там, давайте честно, и с цинизмом, там, и для них, ну, собственно, кто для них этот человек, очередное тело, которое там по нескольку в день, там, они как-то, мы все прекрасно знаем, что когда, вот сейчас у нас, вы начали прошлую передачу, с того, что сейчас это все к нам стало ближе, мы чаще чуть с этим сталкиваемся, у многих очень, к сожалению, с этим вот, наши новые напасти ушли близки, мы за последние несколько, за осень, мы сохранили столько священников, что я сейчас, ну, человек семь, наверное. Ну, да, такого давно не было. Так, да, и там не все от коронавируса, так совпало, что кто-то из стареньких вот уходили, и, но, ну, это да, это и молодые, мы, ушел мой однокурсник по семинаре 40 лет. Отец Тараси. Тараси, да. Ушел выпускник первого года набора, отец Петр Луканов, 50 лет человек, то есть, в принципе, не старый, и, ну, мы старались всегда, то есть, ну, естественно, в рамках, понятно, что если это коронавирус, то тут свои риски, но когда ушел вот отец Василий Рахшенко, который служил еще с моим дедушкой в Покровском соборе, это вот то еще поколение, у ЗА-70 было, и он дома лежал последний год, все, он вот уже болел, и мы, конечно, вот для меня была большая радость, что я последний, я его помню, я маленьким его помню, и потом помню, и там, и общались, мы редко, конечно, к сожалению, вот мы в фильм ездили снимать, про вот его приход там в Алексеевку, и вот для меня была большая радость, что я смог прийти поучаствовать дома, сами, вот братья-сослужители, да, те, кто служили, священники, у него два зятей замечательных священников, мы втроем его... Да, отец Алексей, отец Вадим Павлович. Да, мы втроем его, собственно, облачали, омывали, никто там, чужие люди не касались вообще, то есть, естественно, с ним все, все его диагнозы были понятны, там не было никаких вопросов, врачи его никуда не увозили, мы пришли вот прям сразу, через два часа после кончины, мирный такой он, омыли, облачили в последний путь священника, при этом читаются все молитвы, которые обычно сам священник читает, когда надевает... Облачается. Облачается. Да, и приготовили в последний путь к его как бы последней такой службе, в полной литургии. А подризник надевается? Да, полный литургийный облачник, как служить Евхаристию, да, то есть все абсолютно, он был человек заслуженный, там, митр на голове, все эти уж там наши награды, тоже какие-то определенные издержки, но раз они есть, то есть полностью облачили, крест, с которым идет человек в руку, и в правую, под левую руку Евангелия, он, а он, ну, лежал уже, да, и готовился, тоже, так сказать, сознание, человек готовился, он заранее сказал, какой Евангелие, положить, чтобы вот, ну, то есть какие-то распоряжения вообще, в принципе, дал, и другие тоже, то есть он, в принципе, все, как бы, да, что должен был, а что от него зависело. Такая, настоящая христианская, да, мирная, и абсолютно, он еще утром был, говорят, вот, с утра был вполне себе, так сказать, да, в здравии, ну, вот, к обеду, Ну, это, наверное, как пример для наших телезрителей, как может быть по-другому, да, когда мы... И так было всегда, я услужил в Петра и Павла, да, мы сколько там схоронили, да, то есть вот фрав, в котором вы сейчас служите, вы ходите каждый день мимо этих двух крестов, которые там стоят, два замечательных отца Михаила, тоже старца, одному был 70, другом 76, они ушли в один месяц, подряд, тоже был такой сентябрь, был сентябрь 2006 года, сейчас говорить не буду, вот, друг за другом в течение 20 дней, и вот это тоже было такое, да, то есть тоже все их провожали, вот, и все сами, и гроб, вот тоже отца Тарасия хоронили, кто принесет гроб, тоже кто-то там начал, шум какой-то такой поднялся, может быть не стоит своими нести гроб, вот пусть все эти люди, которые приехали, говорят, ну нет, мы всегда, уж по крайней мере, вот своих близких, мы всегда сами, тем более священник, еще последним крестным ходом принято еще обносить вокруг храма, не сразу в катафалкности, а вот вынесли, это последний крестный ход вокруг того храма, как правило, где священник служил, что он последний раз такой, да, обходит, и, конечно, сами, все только сами, и поэтому, вот, когда все эти вопросы возникают, я всем говорю, не будет, это вот вообще у вас не будет потом такого шанса, это вообще последний шанс, вот, потом мы будем молиться, потом мы будем... Такое телесное, еще какое-то физическое соприкосновение. оно очень важно, я почему и говорю, мы поэтому больше всего скорбим, мы не можем за руку взять человека уже потом, когда погребли, вот, почему слезы все равно идут, почему эта боль, мы понимаем, все понимаем, да, все веры свои, всем сердцем своим, понимаем, что человек жив, и он с нами, но он жив по-другому, да, и с нами он по-другому, то есть вот так, как раньше я вот обнять там, да, уже не смогу, и это тоже больно, мне хотелось бы, и последний этот момент, ну, даже вот облачить в последний путь, ну, и даже отнести, пардон, на погос, да, снести, ну, почему это должны делать какие-то странные люди, для которых это только лишь профессия, для меня же это же дорогой человек, я, поэтому я всех, конечно, тоже призываю к этому относиться спокойно. Ну, это вот, да, мне кажется, это и есть христианское именно проживание, то, о чем ротопрессвиттер Александр Шмеман писал, что если мы смерть не поставим в центр нашей жизни, то мы жить нормально не сможем начать, то есть она будет страхом, который где-то там на подсознаниях, на задворках, да, действует, а вот именно такое христианское проживание, смерть, вот именно там телесный какой-то контакт, какое-то проявление той же любви и уважения, которую, как вы правильно сказали, никуда не делись, человек, ну, никуда не делся, мы верим, и он есть, да, ну, вот в телесном плане, да, мы с ним прощаемся. Вот очень люди еще иногда тоже такие, у людей, ну, это какая-то отдельная психология, это можно посвящать, наверное, надпсихологами, откуда это, даже про корними говорить сложно, человек иногда вот у него ощущение, ему так кажется, что если остро он переживает присутствие усопшего с ним, что это плохо, он говорит, я не могу отпустить, тоже через раз люди спрашивают, батюшка, что мне делать, я не могу отпустить, вот мама умерла, там, я говорю, в смысле, в каком, вообще это не в нашей власти, если мы говорим про телесную, это все уже случилось, а если про ощущение близости и того, что мы все равно рядом, так и не надо никуда отпускать, радуйтесь, что у вас есть это ощущение, что вы реально ощущаете, что вот прямо вот здесь сейчас, не вот как-то там на уровне абстракции символов, а очень живо ощущают, да и хорошо. Нет, это может быть болезненно, я, кстати, читал про эту вещь, и... У всего есть крайняя, наверное, форма. Одно из, как бы, следствий, это того, что как раз человек не прожил расставание, вот если, как вы говорите, вы приехали там к отцу Василию, все его помыли, облачили, потом помолились, отпели, да, похоронили, гроб отнесли, вы прожили расставание. Ну, гроб, я уже не поехал туда, мы уже отца Тарасия так хоронили, Евангелие читали, но очень все остальное круче. А вот когда человек умер там близкий, а вы его из больницы, не прикасаясь, ничего, и похоронили, вот вы не прожили, то есть человек не прожил расставание. Ну, может быть, другое ощущение, да. Если он не прожил, у него вот рождается такое болезненное чувство присутствия, просто потому, что он не прожил расставание. Ну, тогда оно может быть, наверное, болезненным. Если с психологической точки зрения, я вот и читал такую вещь, да. Но по-христиански, с другой стороны, если это христианское ощущение, что он здесь с нами, такое спокойное. Ну, оно уже не будет болезненное тогда, оно наоборот будет радость как бы приносить, что вот, это подтверждение моей веры, да, что и подтверждение, что наша любовь с этим человеком никуда не делась, наша связь осталась. Вот я, да, я как-то на это с этой стороны не смотрел. Возможно, те, кто чем дальше люди пытаются от себя смерть оттолкнуть, тем она как-то... Наоборот, да. То есть, ну, это отец Владыка Антоний Сурочский писал как раз, у него же тоже очень лично, он говорит, не думайте, что я это чисто теоретизирую. Он рассказал, как он маму... С мамой, по-моему, да, он рассказывал. Да, ему врач категорически запретил говорить маме, что она умрет. То есть, вот это вот, тоже вот эта вся история, да, врачебная, что не говорите, там, вчителяйте оптимизм, хотя там не было, ну, объективно, он же врач сам. Ее прооперировали неудачно, и все, вопрос был закрыт, только сколько там... И врач сказал, нет-нет-нет, что вы, что вы, но он, естественно, нарушил христианин. И вот он тогда рассказывает, что он пришел, сказал ей, она сказала, ну, значит, я умру. Говорит, да. Не можешь сказать нет. Вот телесно, да. И все, и потом мы больше вообще, друг другу ничего не сказали. Сидели достаточно долго, это было на невербальном совершенно уровне общения, а потом все-таки, ну, не будешь так сидеть вечно, и она продолжала доживать как-то, и я такими-то своими делами занимался, но при этом у нас не было вот этой, они как-то прожили это, да, даже без слов, у нас не было болезненности, он говорит, и у нее не было, у меня не было ощущения лицемерия, у меня не было, то есть как спокойствие, наступило спокойствие, и мы как начали готовиться, даже какими-то зачастую, ну, вот простыми вещами заниматься, надо же все-таки к этому надо готовиться, да, И не обид, естественно, да, то есть и ей хотелось, видимо, по-честному знать, что и как. И мне очень не хотелось врать или изображать, там, натягивать опять-таки какую-то улыбку и говорить, что все будет хорошо, там, ты обязательно поправишься, врать про операцию, что она нормально прошла. И вот когда, наверное, да, человек проживает честно, искренне, это, наверное, потом может рождаться правильное христианское ощущение присутствия, что, ну, как бы никуда он, в общем-то, далеко и не ушел. Но не болезнь, не пугающая, то есть, в принципе, опять-таки, я думаю, что болезнь, но потому, что, ну, люди начинают, так сказать, пугаться, причем это свойственно, помните, даже апостолы, это простое человеческое, что первая эмоция была, когда они увидели воскресшего Христа, страх, потому что подумали, что это призрак некий, и что Христос, ну, снисходя к их человеческой слабости, да, не ругает, в общем-то, а скажут, пока не бойтесь, вот, чаще всего повторяемая фраза в Евангелии, в этом случае тоже не бойтесь, это я, то есть я не, так сказать, какой-то там, да, не призрак, и он даже вот настолько, ну, как бы идет им навстречу, что, ну, как им еще показать, что это я, они в ступоре, они... Ну, это, наверное, да, неправильно воспринято. У меня еще интересный такой тоже образ, который святоотеческий. Вот мы не случайно видим нашу программу с таинством крещения, да, не только вот. Ведь таинство крещения, святые отцы, многие, в образе родов, да, рождения. Но оно все пропитано этой символикой. Да. И купель, и вот я обычно, вот мы упомянули катахизаторские беседы, я обычно использую этот образ, он очень глубокий, потому что, получается, все вот эти части именно возрождения человека, да, они очень соотносятся с обычными родами, да, вот такими нашими повседневными, если так можно сказать, да. То есть сначала человек рождается в купеле от воды, да, то есть и родовые воды тут тоже очень все. И понятно, что сами-то роды, это же тоже смерть. Вот когда на отпевание приходишь, обычно все равно тоже я эту тему затрагиваю, потому что внутри матери, ребенок, у него один жизненный канал, это пуповина. Там больше нет других. И тут она как бы рвется, она прерывается. То есть, по сути, это смерть для человека, рода, это смерть. Ну, смерть в смысле наступления другого существования. Да, а потом, проходя через эту смерть, да, происходит два новых жизненных канала, да, там питание и дыхание, пищеварение, питание. То есть так же и вот в таинстве, в церкви, да, то есть человек рождается в купеле, а потом ему надо дышать. И таинство миропомазанное, таинство Духа Святого, это есть такие, да, незримые, легкие какие-то духовные. И таинство питания — это причастие. То есть вот весь как бы цикл родов, да, он как бы очень соотносится с духовной как бы тематикой. И так же, если вот питание, то есть для многих людей это тоже является таким утешением, потому что с родами-то нам все понятно, да, когда даже есть такой анекдот, да, церковный, там есть и жизнь после родов. Ну да, когда двойник спрашивает в отрубе, да, один верующий. Не знаю, оттуда никто не возвращался, да-да-да. И очень похожий, потому что уже ребенок в очереди матери имеет и легкие, и пищеварительную систему, но она, они, ни одна другая не функционирует, потому что кишечник еще там стерильный, легкие вообще схлопнуты. Да, они есть, да, но они трудно, мне кажется, объяснить человеку, как дышать, даже если он мог бы тебя понять, он бы тебя не понял, потому что вокруг жидкости вообще, как дышать. И вот мне кажется, таинство смерти, оно тоже вот похоже на таинство родов, потому что вот эта пуповина обрывается, мы говорим, ну, человек не дышит и не ест, все, он умер. Ну, какие еще каналы жизни открываются, вот так же, как в родах открываются, да, то есть так же, как легкие уже есть у младенца до родов, да, и мы как-то, мы же, ну, как-то ощущаем Бога, да, какие-то органы, потому что Писание нам, как говорит, не только телесной пищей жив человек, да, но и каким-то восприятием Бога, Словом Божиим, да. Вот если эту символику, этот образ продолжить. Если вы используете, надо продолжить, надо сказать очень важную вещь, как раз вот подойти к тому, что, да, мы, конечно, уповаем на, да, новую жизнь, да, так это, но ведь, как вы правильно сказали, да, вот это мне сейчас, я только сейчас эту мысль, да, надо мне с ней тоже какое-то время пережить, потому что, чтобы человек по-настоящему жил в Боге потом, надо, наверное, чтобы у него за эту земную жизнь все-таки легкие-то появились, то есть они ему нужны будут там, те легкие, для каких-то, ну, назовем это легкими, для той жизни с Богом, но если он всю эту жизнь их всячески, ну, то есть Бога от себя гнал и никак не настраивал этот канал, да, и никак, ну, я думаю, что это будет более страшная боль, ну, то есть понятно, что мы не знаем участия каждого конкретного человека, и хочется верить всегда, что Господь всегда ищет, ни за что бы прицепиться, ни за что бы человека, скажем так, оттолкнуть, то немногое найти в человеке, за что бы его все-таки к себе, да, взять, но ведь свободу человека никто не отменял, если люди настолько жестко себя от Бога и Бога от себя, что страшно, что у человека так эти легкие в этой жизни не возникли, не развились, и вот как он будет в той жизни, иногда это страшно, поэтому важно понимать, без паники относиться к смерти, а вот в принципе, как правильно говорится, вот если праведник вот с Богом живет здесь и с Богом там, так для него и смерть – это просто лишний какой-то новый этап, новое несколько изменений этих отношений, то есть в принципе, когда мы говорим, что сколько видим настоящих праведников, кончину человека, еще здесь, но он действительно уже там одной ногой, он действительно живет уже с Богом, и в таком просветлении уходит, что я вот много-много лет, ну, почти все свое пасторское служение так или иначе с онкологией, то есть сначала один хоспис, потом другой, вот до сих пор, я 20 лет служу, самый чистый человек, который я видел, самая такая кончина – это в хосписе, хотя там бывают и другие случаи, бывают люди сломленные на болезнь, обиженные, там все бывает, там же бывают и самые страшные зачастую, и самые цепляющиеся за жизнь, и самые всех своей вот этой, ну, просто подчиняющие, да, и капризные, и больные, и всякие, но самого чистого человека, я действительно видел там, это была удивительная женщина, она достаточно, ну, то есть, среди, ну, не годами, но достаточно, какое-то время полежала, и за это время я ее несколько раз навещал, это что-то, то есть, вот все лишнее, вся шелуха, все, у нее были тоже какие-то конфликты с близкими, тоже были, я просто на моих глазах, они все приходили, все вокруг нее стояли, и тоже так, они, ну, где-то-то исполкнут, но при этом там такое, ну, там осталось никому никаких, ни обид, ничего лишнего, то есть, это абсолютная, действительно, такая любовь, и вот, я смотрел, думал, вот если так, то… Свет, да? Абсолютный. А физически она так утончалась, утончалась, она так, за ней хорошо ухаживали, был частный такой вот хоспис, вот, наш самарский, и просто она достончалась, она физически, она просто стала просвечивать в конечном итоге просто, когда этот свет излучало практически, да, это вот не свой даже, мы знаем, что своего света у людей нет, это свет… любой, свет любого святого, свет любого праведника, это отраженный свет Христа, и вот потому что она с Христом уходила, это было что-то вообще отдельное. Прозрачность нашей души, которая позволяет Богу просвечивать через нас. Дай Бог и нам, дорогие телезрители, все-таки приближаться в своей жизни к такому пониманию, к такому видению и пониманию смерти, чтобы не отдалять ее от нас, ну и не приближать, конечно, искусственно, но иметь ее в фокусе, и чтобы на самом деле в нашей жизни сбылась вот эта евангельская радость, что Христос победил смерть, и нет уже ее жала. Но если мы будем пытаться вытеснить эту реальность куда-то на задворке нашего сознания, мы только хуже на самом деле себе сделаем. Дай Бог, чтобы в нашей жизни смерть была нам опорой для торжества жизни и свободы во Христе. Спасибо большое, до скорых встреч.